Добрый день дорогие друзья с вами снова фирма Петельсон и я Эдвард Петер и вы обратили внимание на то что я сижу в таком большом гладбоксе передо мной белый стол и одна единственная бумажка и я не такой это заметно да вы обратили внимание также что меня с вами вчера не было что некоторые уже воспринимают как а чем заниматься вечером Эдвард не вышел в эфир все заняться нечем то есть признаются что смотрят меня как спокойная ночью малыши иногда всей семье так вот я сейчас объясню и вот это и вот это то что я такой радостный одет в белое причесанный побрит потому что этому есть основания действительно радость когда я закончил финансовый отчет для налоговой инспекции ребята эта система так запутанная так усложнена что чтобы сделать нормальный финансовый отчет я говорил что есть люди которые этим занимаются кроме бухгалтеров есть еще 100 орбераторы то есть советники по налогам да и они берут очень хорошие деньги ну к слову я рассказывал что мой бывший друг нагрел меня за три часа работы на 700 евро и когда я ему сказал что это ну это это не а у меня так ну я выплатил конечно эти 700 до сих времени с того времени я делаю сам это неприятно это бывает долго но во всяком случае не более двух дней мне занимает и понятно что если 700 я при этом заработал 350 мне не устроит и вот лежит это маленькая бумажка то есть это вытяжка из всего что я сделал вот такая маленькая бумажка я вам не буду называть тут суммы я вам скажу только сумму которую я заплатил в прошлом году за помещение это 6513 евро вот так ребята это вам тем из вас кто меня предупреждал что вот ты уйдешь домой это ты не будешь платить но ты потеряешь больше ребята я ничего не потерял я только выиграл я выиграл во всем ребята мне здесь хорошо я с постели встал собаку выиграл пришел у меня стоит коробка которую мне прислали вон она еще одна у меня есть работа и у меня есть сток или что-то как это называется и у меня есть вы это главное вот поэтому я вообще ничего не потерял только выиграл а теперь умножьте эту сумму на 8 лет а раньше я платил еще больше да вы поймете что мерседес в общем-то от меня уехал не высшего класса но уехал но не об этом дело в том что я хотел начать это видео с того что сказать что мы открываем новую рубрику поболталки поболтушки увидел вашу реакцию некоторых да черт палки побродилки у него есть покатушки есть фотопосиделки есть теперь ему не хватало поболталок ну на самом деле никакой новой рубрики дело в том что я всегда это делаю в начале видео когда особенно когда что-то новое начинаю какой-то новый для меня как немцы говорят обшнит обрезанк отрезок да и вот сегодня он настал поэтому я вам так и скажу что я начну с того чем мы будем сегодня заниматься и вчера я этот отчет закончил да и мало того я сделал такую симпатичную штучку мне клиент попросил сделать что-то ну художественное из его микрофона это совпадало с моими планами и прекрасно думаю там услышали так вот я сделал вот такую штуку ребята вчера ему отослал ответ еще не получил но я думаю ему понравится тот кто слаще морковки ничего не ел шоколадка покажется высшим лакомством я вам скажу так что у меня была мысль показать вам как я это делал да но потом я решила все таки спросите под этим видео пожалуйста скажите мне хотите в разделе фотошопа получить вот такую картинку как я ее сделал я собрал из разных туториалов до которые когда-то изучал и вот в итоге получилось почему я сижу вот в таком лайтбоксе да потому что я пытаюсь теперь хоть как-то со звуком бороться понимаете мне шумоподавляющей эхо подавляющей панели ну невозможно делать да а все равно звук то идет туда я пытаюсь себя обмануть что вот так будет красивше звук но вы почувствуете что не очень просто так совпало что у меня вчера я фотографировал и стояли вот такие вещи ну вот и все поболталки для тех кто все таки с облегчения вздохнет я скажу что вы ребята у нас же для тех кто вновь прийти придет у нас не обучалка у нас блок у нас скорее всего можно назвать это помогалкой помогалкой начинающим фотографам продолжающим на их тернистом пути насколько я могу это сделать так вот сегодняшняя у нас помогалка будет заключаться в том что мы начинаем женщины не пугайтесь мы начинаем пирожную серию это одна из трех ипостаси которые я хочу успеть до 1 января я себе поставил такой план что у меня остался десерт я еще хочу десерт про фотографировать хочу про фотографировать вторые блюда с рыбой с мясом ну с рыбой у меня есть по моему с мясом и я хочу супы поснимать чтобы у меня уже был опыт в этом плане я ничего не боялся а не боялся чего я знаете я хочу перейти на макростоки и попробовать свои силы там ну и вот это эти три этапа я думаю что дадут мне подходят подходящую уверенность такую надлежащую уверенность посему мы начнем сегодня действительно пирожную серию я посмотрю как ее делать то есть вот сегодня мы начнем со сливовой я купил сливовый пирог сейчас покажу так по пути магазин набрал веточек с листьями но они уже такие не очень хорошие но осень будем выбирать купил вот такие сливы блин с пауком вместе купил я туда иди по-доброму так потом пироженка сливовая аккуратно достанем но нежное такое поэтому надо аккуратно вот такая она блестящая ляточка дорогая очень дорогая поэтому я взял одну и буду изображать и не две так тем более что это не мой вид пирогов я несколько другого не вкус так чайник у нас есть но для этого натюрмортика мне показались эти маленькие поэтому я тут кое-что заказал но вчера пришло я еще не раскрывал я заказал стеклярный чашки к удивлению они оказались тоже очень такие довольно-таки дорогие несут трудом удалось найти пару чашечек которые мы скажем так но в среднем около пяти евро а так бывает и по 16 по 18 евро то есть народ не стесняется производитель ну купил фотографа я скажу ну конечно и уже открывали ванну сломана и снова отцелали назад не подошла до так тарелочки хорошие тарелочки мне нравятся уже так достанем чашечки ну-ка самый раз ребят чашечки загляденье самый-самый раз к этому чайнику и они еще подходят к этому формой то есть это чудно в интернете трудно определить настоящую величину ну я считаю я угадал так готово начался дождь как я люблю дождь и поэтому продолжаю тему по болталке вы кстати вы были правы что это патиссон это не тыква здесь и написано патиссон но жена продолжает она что-то увлеклась тоже этой темы чтобы мне было интересно она покупает и заходит магазин покупает вот такие тыквы это называется ой я просто не в тихо очках ну в общем это шапка какого-то царька такого арабского я недаром вам это показываю для того чтобы напомнить что у нас 21 числа начинается дипломная работа ваша на где я буду выступать тоже в качестве конкурс конкурсанта да но инкогнито я вам говорил и вы зря сейчас приглядываетесь к этим я естественно их не буду в конкурсной работе использовать до этого да а в конкурсной не буду там я действительно буду инкогнито и у меня есть уже пара хороших задумок которые я собираюсь воплотить так вот заканчивая наши поболталки я просто сейчас их помещу вот это видео помещу в раздел инфу потому что если я предварю пить им мои пирожные дела то это будет слишком долго но действительно я сказал что первое в этом информационном выпуске что я хотел бы чтобы вы не забывали что идет уже зимнее наше домашнее задание так что у вас остается до 21 числа ну чуть больше недели ребят поторапливайтесь да второе готовьтесь будет время закупаться там или будет возможность купить там то другое третье для тыквенной тема я вам сказал что тема называется тыквы не важно как вы их преподнесете виде хэллоуина это или в виде супа или я не знаю как натюрморта красивого ладно чтобы было оригинально и красиво по этим параметрам я буду судить хотя лайки там нашей группе будет учитываться 21 числа там откроется альбом и милости прошу хорошо ну и как я вам сказал вот про эту картинку если хотите то я сегодня может быть успею в довесок показать как я сделал но для этого мне надо чтобы вы об этом не сказали там внизу в комментариях окей ну я начинаю готовиться пирожные серии и сегодня мы будем сливоваться натюрмонт снимем по-любому по любасику до тех пор я с вами прощаюсь всего доброго с вами был Эдуард Петер и фирма Петерсон пока